Ну что, всем привет, друзья! Настал этот прекрасный романтический момент. Решили пожениться. Да, в Северном Бергене, в Америке, через реку от Нью-Йорка. Да, вот это вот здание, департамент управления западного Нью-Джерси, Нью-Йорка. Короче, какой-то области западной, да? Западный Нью-Йорк. Западный Нью-Йорк, да? На штат Нью-Джерси. Да, штат Нью-Джерси, на управление западного Нью-Йорка. Вот, посмотрите, такое красивое здание. Мы туда, значит, с Никитой пришли уже второй раз. Мы пришли первый раз, у нас не получилось, потому что было все закрыто. Мы пришли поздно, это было вчера. Так, комната номер 30, там, где мы будем расписываться. Вот это вот департамент. О, Никита, ты понял, да где будет наша сладьба? Смотри, ну. Вот тут бы могла бы быть наша свадьба. Но, к сожалению, мы пришли не по тому адресу. Попытка номер 2 уменьшалась с провалом. Сегодня проснулись пораньше, пришли, и у нас тоже не получилось, потому что мы, оказывается, пришли не по тому адресу. Такие вот дела. Но сейчас нам дали бумажку с другим адресом, по которому мы должны обратиться, и там нас распишут. Так что идем дальше. Да, пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok и сделала лицензию. Лайцензию. Когда? Может, в следующий месяц. Да, я не имею в виду дня, я нужно... Мы можем сейчас. Мы можем сейчас. Это не проблема. But we know, we want to buy this license. And next step... Никита, наверное, полчаса разговаривал по телефону. Расскажи, что тебе там сказали. Короче, во-первых, вас задалбливают, типа, когда у вас будет свадьба. Ну да. А я говорю, типа, нам без разницы. Нам просто нужна лицензия. И типа, через 72 часа вы можете расписаться. Это как бы никого не волнует. Потом она спрашивает, типа, будет ли у вас какой-то пастор или там еще какая-то фигня. Я говорю, мы просто придем, типа, на 60-ю улицу, которая ближе к нас. Там какой-то, короче, государственный департамент. Там распишемся. Она такая, окей. Ну, короче, представьте, я там вам говорю быстро. Мы 10 раз друга переспрашиваем. Потому что она говорит только на испанском и на английском. Все. Потом следующий, короче, вопрос. Когда, короче, вы сможете приехать? Вот. И мы, короче, там записались. Типа, нам помимо, чтобы получить эту лицензию. Мы сделали запись на прием. Запись на прием сделали, да. И договорились на какое-то время. Она должна была мне почту отправить, но почта не пришла. Поэтому просто мы приходим в 9, там, 30 в пятницу и все, короче. И пытаемся, как бы, оформиться. Если там ничего не будет, я просто позвоню еще раз. Сегодня это была попытка номер 3. Да, да, да. В пятницу будет попытка номер 4. Я не знаю, как это делают онлайн. Но вы поймите, что вот в Нью-Йорке онлайн хорошо там все сделано. Как-то вот легко кнопки тыкаешь и все. А здесь, в Нью-Джерси, там сайт плохой. Я ничего не понял. Вот реально ничего не понял. Просто каждого штата свой какой-то сайт. Они там что-то пишут, они по-разному все придумывают. Хрен пойми вообще, как что-то происходит. Пожелайте нам удачи в пятницу. Да, да, да. Всем привет. Мы пришли в ресторан Харрис. Он находится у нас тут недалеко от нашего дома. В нашем Нью-Джерси, в северном Бергере. 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 Бергер. Это по Фрейду. Да, да, да. По Фрейду. Сейчас проходит у них неделя какой-то фестиваля. Называется Хатсон Вик. И сейчас подают очень интересные блюда. Мы заказали фирменные бургеры от этого ресторана. И он стоит 12 долларов этот ланч с картошкой фри. Вот у них специальное меню. Здесь разные блюда. Там бургеры, всякие разные сэндвичи, салаты и так далее. И вот написано ресторан Хатсон Вик. Вот это вот тот самый фестиваль. И посмотрим, как тут будет вкусно или нет. Потому что многие очень нахваливали это заведение. Мне очень интересно. Я давно мечтала здесь побывать. А мы тут отмечаем нашу четвертую попытку нашей свадьбы. Это уже смешно. Это уже смешно. Но пятницу у нас будет... Нам будут сертификаты. Так что посмотрим. Не сертификаты, лицензию. Лицензию, лицензию, да. Итак, нам уже принесли напитки. Я заказала вот такой вот типа сидр или пиво. Здесь значит у нас 5 градусов алкоголя. Вот такая вот небольшая вот бутылочка, баночка. А Никита заказал себе пиво. Он же любитель пива. Что у нас сегодня вот такой вот денек. Я взял, короче, какое-то американское пиво. Оно про Веню. Я не знаю даже, что это было. Называется... Вкусненько, очень вкусненько. Мне посоветовал это пиво офицант. Вот, оно какое-то ягодное, что ли. Типа на сито похожее. Мне очень нравится. Понравились напитки. Нам пришли бургеры с Никиткой. Каждому по фирменному бургеру. Попробуем. Попросили майонез. Никит, попробуй картошечку. Хрустящая. Вкусная. Свежая, да. Короче, Алиса взяла к нам бургеры с картошкой фри. Вот такие бургеры. Посмотрите. Очень вкусная. Вот он. Вот так вот вблизи выглядит. Картошечка. Майонез. Все. А как на вкусе? Вкуснее. Давай, пробуй бургеры, буду снимать. Очень вкусный, очень сочный. На меня прям аж капнуло. Ко мне близко не подходи. Короче, вкусняет она. Очень вкусно, очень сочная. Мне понравился бургер. Сейчас посмотрим, что Никита скажет. Так, Никита сейчас ест бургер. Давай, Никита, налетай. Вот это кусок смачный. Ну как? Вкусно, да? Сочно, да? Вкусняшка. Мне нравится такая еда. Никит, давай отметим. Cheers. За то, что мы четыре попытки уже сделали, чтобы пожениться. Такие вот у нас дела. Ну так, вкусно с Никиткой поели в ресторанчике. Я обожралась. Еле доедала. Заплатили по итогу 46 долларов. Плюс чаевые. Итого сколько вышло? 52. 52 доллара. Это на три косаря. Нынче три с половиной тысячи рублей мы поселили. Вот такие вот тут цельники. Кстати, вот тут на этот дом вливануло Рождество. До сих пор не убрали. А у нас сейчас идет снег с дождем. Я так радуюсь. Реально, я так соскучилась по снегу, что меня сейчас даже и снег с дождем очень радует. Меня нет. А что нет? Да, блин, такое ощущение зимы. Да, такое ощущение просто какого-то плевка в лицо. Ну и что, хоть какое-то там напоминание о зиме. Хотя бы какая-то маленькая часть доли снега сейчас идет, да. Ну что, увидимся в пятницу. Желайте нам удачи. Может, вы получите сертификат? Да, да. Да-да-да-да-да-да. Скидево. Наступила пятница. Всем приветики. Ага, приветики в столетике. Мы с Никитой идем за брачной лицензией. Надеюсь, нам выдадут. Никита немножко расстроился, потому что у него погнулся документ. Его паспорт погнулся. Он немножко расстроился и переживает, что вдруг он не будет работать при перелетах. Никита, не расстраивайся, мы что-нибудь придумаем. Более-менее на машине. Это все потому, что он носил его вот в переднем кармане паспорт. И, возможно, мы гуляли под дождем, да, он, куртка промокла, и паспорт мог погнуться. Либо мы сидели где-то в кафе, в заведении, и так же можно было сесть на куртку и помять паспорт. Никита очень расстроился. Давайте его поддержим в комментариях. Никита, не расстраивайся. Все будет хорошо. Даже если не будет все хорошо, мы будем как-то решать этот вопрос. Распомнил, короче, такой сюжет. Американец приехал в Северную Корею и в аэропорту порвал паспорт свой. И как бы все, он оттуда уже не смог улететь. Ну это все, ну ничего, останешься в Америке. Ну что, не самая плохая страна для жизни. Так что не переживай. Ты в любом случае выигрыши. Хорошо. Ладно, идем дальше. Короче, мы опять не поженились с Никиткой. Все перепутали, не привели с собой свидетеля. Смотрите, что спас потом. Это он вот сирел. Ну что, попытка номер пять расписаться. Опять увенчалась провалом. С Никиткой ни хрена не расписались. Я расстроилась. Дата свадьбы, короче, перемещается на февраль. Я хотела быть январской женушкой, но получается февральская. Самая мощная мороза, Никита будет спросить меня на Мальдиво. Короче, тут еще такая фигня, в каждом штате свои правила. Я почитал в интернете, там, например, в Нью-Йорке вообще по-другие правила. Майами, Ду-3, про Нью-Джерси я не дошел, ничего. Я такой, ну, наверное, нормально, придем, получим лицензию и все. Короче, нас не расписали, потому что мы не привели свидетеля. Был бы свидетель, нас бы расписали. Уже все просто, сиди и пиши. Мы, в общем, договорились со свидетелем и распишемся, какого часа мы его приведем. 31-го, да. 31-го января придем со свидетелем. А сама свадьба, скорее всего, если ничего не поменяется, то будет 8-го февраля. Свадьба, поэтому свадьба. И с учетом того, что нам нужно на свадьбу привезти еще двух свидетелей, представляете? Два свидетеля должно быть на свадьбе. У нас всего три знакомых в Нью-Йорке. Просто жесть. Надо будет попросить нашего свидетеля, чтобы он пригласил еще друга. Будьте внимательны, если вы хотите все-таки расписаться, пожелиться в Штатах. Тут, короче, в каждом штате свои правила. И вообще, ну, то есть, ну, как бы в каждом штате непонятно, что как бы делать. То есть, блин, я, кстати, вот, что вы понимаете, я много чего сделал. Я зарегистрировал компанию, там, получил всякие номера налоговые, блин. Ну, это вообще, это сложнее всего оказалось. Я в шоке, короче. И нужно 50 долларов, ты сказал, да? 50 долларов, это уже в конце. 50 долларов после свадьбы нужно отдать. Да. За то, что вас зарегистрировали. Только кэшем. Короче, пожелайте нам удачи на 31-го января. Это будет, кстати, в понедельник, в вторник, в вторник, да? Да. В вторник. Смотрите, какая пицца. Бокал шампанского. Никита. Итак, друзья, я, наконец-то, с бокалом шампанского. Вы можете нас поздравить. Шестая попытка у нас вообще удалась. Я имею в виду по поводу свадьбы. Мы в итоге подали заявление в ЗАГС. Тут это называется, на брачную лицензию подали. И все прошло удачно. У нас был свидетель, мы нашли. И 10 февраля у нас будет свадьба. Через полторы недели у нас будет свадьба. Так что можете нас поздравить. Никита испел пиццу. Мы купили бутылку проседка. И сейчас будем отмечать это событие. Мы очень рады. Поздравьте нас. Скоро мы будем муж и жена. Та-дам. Я пью пиво, Алиса пьет сампанское. Да. Никита очень вкусно, кстати, пиццу стал готовить. У меня тут. Да. Now I just want to see a price, how much it's coming up to. Okay. And also I need size 11 in 4 mm. Всем привет! У нас сегодня есть, Никита, особенный день. Мы перед свадьбой идем в ювелирный магазин и будем покупать кольца. Мы их уже заказали где-то неделю назад или полнедели назад. Кольца готовы, нам позвонили. И сейчас мы будем их примерять. Никита, ты счастлив? У тебя завтра свадьба? Конечно, я счастлив. Я вообще просто безымерно счастлив. Да. Вот наш магазинчик. Diamond Doctor называется. Заходим. Так, нам сделали кольца, Никита, покажи. Мое, твое. Небольшое? Ну подожди, покажи, красиво. Короче, вот такие вот нам кольца сделали. Шикарно. Вы можете на свободное или нет? Вот это вот наши кольца, посмотрите. Такие красивые. А, how much? Короче, мне очень понравились колечки. Никита переживает, что немножко большовато ему. Но у него никогда не было колец, поэтому он сам еще ничего не знает. А мне очень нравится. Мое кольцо. Специально для нас упаковывают. Красивую упаковку. Кольца. Подарочные. Да. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Никит. Ну что, я тебя поздравляю с кольцами. Посмотри. Серьезно? Нам упаковали в такую красивую упаковочку. Что скажешь? Что скажешь? Там пополка страшно сидит. Да, там маньячка сидит. Маньячка. Что я могу сказать? Они выглядят красиво, но надо было брать на полу размера меньше, наверное. Когда мы мерили, вот это вот замер делали, я вот себе вот четко впритык как надо кольцо выбрала, потому что я ношу кольцо на левой руке каждый день. Я знаю, какого размера оно должно быть. А поскольку Никита не каждый день носит кольца, он что-то там не тот размер себе подобрал. Я просто одел, помнишь, я не мог его вытащить потом. Я одел, типа, вот этот 11 размер, я его одел, а потом хотел одеть на размер меньше, и оно у меня еле вылезло. И что ты скажешь? Да окей, что? Она, главное, не упадает, все, оно просто, оно болтается вот здесь вот, а здесь то нет. Короче, это наши первые обручальные кольца. Я надеюсь, что в будущем мы купим настоящие брендовые кортье, и тогда мы уже идеально подберем размеры. Ну, короче, я очень рада, очень красивые кольца. Они на самом деле серебряные и позолоченные из белого золота. Вот, но выглядят реально как будто кольца из белого золота, очень дорого, красивые и богатые. Да, да, дорого-богато. А вам красавадьба! Алиса мне говорит, я хочу потом кортье, кортье. Кортье, кортье купим. Будем, короче, носить американские кольца на левой руке, будем носить на правой руке. Мы будем и на левой, и на правой носить. Да, да, да. Смотрите, Алиса сама сделала букет, она так хорошо его сделала. Я говорю, Алиса, давай ты будешь флористом. И она все хорошо делает, она может будет работать кем угодно. Она может быть флористом, блогером, фрилансером, сммщиком. Я купила букет, ну, Никита мне купил букет за 37 долларов, он был обычный, пышный. Я посмотрела видеоуроки на ютубе, там всякие разные букеты, и можно самому смастерить вот такой вот букетик. Конечно, его еще можно подровнять. Сейчас мы будем его обвязывать, надеюсь, он не распоется. И представляете, я сама мастеру себе букет невесты, это так круто. Оставляйте комментарии внизу, если вы хотите, чтобы Алиса сработала флористом. Я думаю, ей идет, смотрите, как красивые цветами идет. Она будет просто флорист номер один в США. Да. Итак, посмотрите, какая красота получилась. Алиска сделала букет невесты сама. Немножко Никита помог. Такой вот красивый. Смотрела в зеркало, чтобы форма получилась более или менее круглая. Купила за 35 долларов букет в супермаркете, плюс 5 долларов лента, и все своими руками. Соорудилась, смастерила, получилось вот такой вот букет. В ботиках такой букет стоит 100-130 долларов. Свадебный букет, букет невесты. Так что сэкономила, Никита сказал 90 долларов или сколько. Неплохо, в принципе, очень красиво. Сэкономила. Сэкономила. Та-дам. Продолжение следует...